Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами вновь немножко поговорим про треск ягоды, про треск ягоды после дождей. Итак, осень, опять идут дожди. Дождь начался в четверг вечером, где-то часов в семь. В пятницу лил дождь, в субботу лил дождь. И сегодня у нас воскресенье, полдень. А дождь все идет. Сейчас, правда, конечно, такая вот мелкая морозь, но тем не менее она есть. Ну, видно, что мокрая вся трава, все вокруг везде мокрое. Сейчас выйдем на улечку, я покажу лужи. Вот у нас-то здесь совсем песочек такой вот крупненький. Тем не менее лужи стоят, лужи наливаются. Ну вот все вокруг везде мокрое. Значит, это у нас Виктория. И несмотря на то, что она уже готова, и ее можно кушать, ну там единичным ягодкам еще можно было бы чуть-чуть подвисеть, мы решили частично оставить ее на кусте ради эксперимента. Посмотреть, как она выдержит все эти непогоды. Виктория, сорт очень знаменитый своим треском. Но в наших условиях сейчас Виктория, ну, конечно, сегодня сказать, что она совсем не потрещала, нельзя. Я ее снимала пару дней назад. Я обязательно вставлю вам этот кусочек. И вот гроздочки. Ничего тут убрано не было. Некогда мне было ей заниматься. А ягодки целые. Причем, обратите внимание, ягода сейчас мокрая. Дождь шел всю ночь. И дождь шел сегодня вот где-то до обеда. Чуть-чуть ягодка стала. Ну, да, есть более сухенькая, но что уже обветрилась. А так дождь прошел достаточно сильный. Пол тачки воды налила. А Виктория целая. Вот так вот бывает. И с того момента пару гроздочек я срезала. Кстати, обратите внимание, сколько прет воды. Вот они срезы. И видите, здесь появляются капли. То есть лоза воды тянет очень много. А теперь смотрим ягодки. Ну вот, видите, вот есть порванная ягодка. Где-то, по-моему, еще была. Так, на этой гроздочке больше нету. Значит, на какой-то другой. Сейчас посмотрим, поищем. Вот, таки нашла. Вот эта вот самая гроздь на переднем плане. Вот раз ягодка треснувшая. Два, три. То есть, конечно, уже сейчас она немножко пошла трещать. Но для Виктории, честно говоря, это вообще нонсенс. Поскольку дождей прошло, ну, очень много. И такое количество влаги вылилось. А тем не менее, видите, держится. И вот эти там 3-4 ягодки, ну, на уровне статистической погрешности. Особенно для Виктории. Почему у нас так сложилось, сказать достаточно сложно. Тут целый комплекс факторов. Кстати, сразу говорю, что кальцием я не обрабатываю совсем. Все, что я делала, это кусты поливала. Поливала когда? Летом, когда стояла сильная жара. Когда ягода наливалась, были поливы. Потом уже, как бы, поливы, в общем-то, прекратились. Потом у нас и так прошли сильные дожди. И я показывала после них Викторию. Она была целенькая. И лично мое предположение, это то, что треск в том числе зависит от того, в какой стадии развития находится ягода. Если дождь проходит раньше, чем эта стадия наступает, значит, треска не будет, либо он будет минимальный. Когда ягода полностью созрела, тоже уже треск ей не опасен. А опасен он в момент перед созреванием. Бывают, конечно, исключения. Но вот мои наблюдения говорят именно о такой закономерности. На вот эти треснувшие ягодки, да, то, ну, видите, здесь в грозе есть ягодки более темные. Они чуть больше созрели, а вот эти, они более светленькие. Они созрели чуть меньше. Ну, и, скорее всего, вот именно они находятся в той стадии, когда они могут потрещать. Поэтому, собственно говоря, они и треснули. И, конечно же, складывается еще целый комплекс факторов. Смотрите, лозы длинные, большие, большая зеленая масса, которая эту влагу тоже поглощает. Трава, которая эту влагу тоже поглощает. И траву сейчас специально не косили, хотя она уже сильно переросла, и уже ее давно пора было скосить. Но специально не скашивали, даже не столько ради того, чтобы она вытягивала лишнюю влагу, а сколько ради того, что если вдруг будет очень холодно, ну, трава пусть будет пока что. Того, что мы ее скосим через недельку, как бы ничего страшного не произойдет. То есть, возможно, сложился целый комплекс факторов. Ну, вот по наблюдениям, особенно этого года, мы делаем выводы, что все-таки ягода трещит именно в определенной стадии своего развития. Конечно, треск этот можно уменьшить, но определенными факторами, определенными воздействиями. Понятно, что это не панацея и на 100% не факт, что сработает. Но сильно уменьшить вот этот самый треск, ну, вполне возможно. И, кстати, в прошлом году я вам тоже показывала Викторию, которую я перед дождями немножко полила. Раза два, одну там буквально по ведерку. И в прошлом году мне Виктория тоже не треснула.